Шокирующий случай в Актобе. Свора собак напала на 13-летнюю девочку, когда та возвращалась домой из школы. Покусали так, что почти не осталось живого места. Родители уверены, еще несколько минут и псы разорвали бы дочь на части. Ребенка спасли случайные прохожие. Кто ответит за случившееся и почему в городе небезопасно гулять в одиночку, разбиралась и репортер КТК Динара Уркумбаева. Алтынгуль Жарлгапова едва не потеряла дочь. 13-летнюю девочку чуть не растерзала свора бродячих собак. Больше 10 псов повалили ребенка на землю, когда она возвращалась из школы. Искусали так, что на теле фактически не осталось ни одного живого места. Если бы не случайные прохожие, все могло закончиться трагедией. Им оставалось только съесть ее заживо. Вся в укусах до пять. Ать только лицо и шею прикрыла руками. На голове кусок оторвали. Это государство виновата. Никто никаких мер не принимает. Ребенок мой едва не умер. Еще бы 3-4 минуты, они бы ее в клочья разорвали. Сейчас девочка с тяжелейшими ранами в больнице. По словам матери, помимо физических болей у ребенка сильная психологическая травма. Плохо спит ночами, часто пугается. Врачи наложили уже десятки швов. Ребенок получил вакцину против бешенства. Ведь неизвестно, что это были за собаки. Больные или здоровые? Укушенные раны головы, плеча, предплечья, спины, обеих, бедер, обеих, голени множественные. В некоторых местах на голове, на правой голени, левой голени, там есть рваная рана. О том, что в октябре развелись бродячие псы и по городу страшно ходить, жители говорили не раз. Неоднократно случались нападения на детей. Случай с 13-летней девочкой и вовсе поверг всех в шок. Однако стрел бездомных четвероногих запретили. По новым правилам теперь их можно отлавливать только для вакцинации и стерилизации. А затем отправить на передержку. В Ак-Тубе есть лишь один частный приют. Только вот где взять деньги, чтобы пристроить туда животных, ветеринары не знают. В бюджетном классификаторе должно быть указано отлов и временное содержание и стерилизация бродячих животных. Но сейчас этого нет. Имеется такая статья расходов, как отлов и отстрел. Но закон запрещает отстрел бродячих животных. Соответственно, нужно менять данные в бюджетном классификаторе. А пока специалисты ищут решение, пострадавшие требуют привлечь чиновников к ответственности. Ведь так продолжаться не может. С таким количеством собак нужно что-то делать, возмущаются горожане. Мать 13-летней девочки тоже не намерена оставлять это без последствий. Она обратилась с заявлением в полицию. Требует найти и наказать тех, кто в ответе за произошедшее. Ее дочери еще предстоит длительное лечение и реабилитация. Все расходы, разумеется, лягут на плечи самой семьи. Динара Уркумбаева, Мирамбек Симанов, КТК, Ак-Тубе.